Рязанский мэр Виталий Артемов подписал распоряжение о введении в городе особого противопожарного режима. Отныне запрещено разводить огонь в лесах, сжечь сухую траву и вообще проводить любые пожароопасные работы. Запрещается охота, топка печей и кухонных очагов. Также на пожароопасный период в Рязани организована работа штаба по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. Сегодня мы получили видеоматериалы из Касимовского района, где продолжаются поиски пассажиров моторной казанки. Лодка, в которой было шесть человек, перевернулась в субботу в районе совхоза «Маяк». Одному удалось выплыть, а вот пятерых до сих пор ищут. Трагедия была обусловлена тем, что переправа на плавсредстве, по крайней мере тогда, была единственным способом достичь иных берегов. Лед уже сошел, а паром еще не заработал. Напомним, сейчас Касимовские поиски находятся на особым губернаторском контроле. Сегодня в советском райсуде прошло предварительное слушание по делу учредителя газеты «Вечерний Рязань» Валерия Рюмина и депутата Ворсковского сельсовета Сергея Панина. По версии следствия, медиамагнат и депутат вымогали с одного из высокопоставленных рязанцев ни много ни мало, а три миллиона российскими деньгами. А в противном случае жертве грозило некое громкое разоблачение в означенной газете. Но жизнь и следствие расставили всех на свои места. А суд эти места еще уточнит. Но если в суде были газетчик и народный избранник, то в полицию попал художник из народа. Полицейские сообщили о задержании в Рязанском горпарке мастера наскальных сиречно-стенных рисунков. Бдительные граждане сообщили правоохранителям о том, что некий юноша смело раскрашивает стену, да какую, областного художественного музея. Как описали произведения правоохранителей, оно являло собой лицо человека в окружении разноцветных букв. Такую нетленку полицейские оценили в первую очередь с точки зрения административного законодательства.